Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях Сона, это наш специалист по подбору языковых курсов, и сегодня мы будем разговаривать про Великобританию и Ирландию. Более конкретно, можно ли поехать в данный период на языковые курсы, как оформить студенческую визу, сколько это стоит, и в общем все-все-все нюансы. Сона, приветик! Здрасте-драсте всем! Спасибо большое, что уделила нам время, и смотри, наверное, первое, с чего я хочу начать, это вообще, какие школы сейчас принимают студентов, потому что очень многие ведь перешли онлайн, поэтому как бы зачем куда-то ехать, зачем открывать визу, учитесь онлайн, но не всем студентам это нравится, кто-то хочет как бы именно проникнуться атмосферой, ну и так у нас вся жизнь уже онлайн, да, можно хоть студентом побыть нормально. Окей, ну если мы рассматриваем на сегодняшний день, да, для практически граждан всех стран открыта Англия, то есть можно спокойно подаваться на визу, получить студенческую визу и поехать учиться. Единственное, что если мы рассматриваем на ближайший период, это декабрь, январь, февраль, там есть двуседельный карантин, но опять-таки школы предусматривают, да, скажем так, такой вариант, что студенты будут жить во время карантина абсолютно бесплатно и учить онлайн обучение, учиться именно на онлайн абсолютно бесплатно. И дальше уже от студента зависит, насколько неделю он дальше хочет там остаться, да, то есть недельку, две, три и так далее. Конечно, в целом рекомендую всегда на две недели, то есть в ближайшее время в Англию поездка примерно на четыре недели. Но опять-таки, да, поскольку студент не тратит на первые две недели ни на проживание, ни на обучение, то получаются очень-очень выгодные цены на месяц. Можно и в России, в Европе, и в Европе, в принципе, не нужны визы, можно вообще, в принципе, купить билеты, поехать, если это гражданин, да, Европы, резидент Европы. А если это граждане России, Украины, Казахстана, да, других стран, то, соответственно, мы можем спокойно сейчас податься на визу в Англию. То есть можно поехать там. Хорошо, скажи, пожалуйста, то есть я так понимаю, что здесь есть различия относительно вот студенческой визы, то есть несмотря на то, что это даже будет краткосрочный курс, виза все равно будет студенческая, правильно? Да, да, это называется учебно-студенческая виза, она дается на полгода, это именно для людей, которые хотят поехать учиться. То есть на основании туристической визы здесь нельзя подаваться на туристическую визу и написать, что я еду учиться. Но туристическую визу вас рассматривают как туриста, то есть как человека, который просто погулять, да. А если мы укладываем документы от школы, то есть наша основная цель это именно обучение, то оформляется, на сегодняшний день оформляется студенческая виза. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, где можно пройти собеседование на вот такую вот студенческую визу, да, если мы сейчас говорим про граждан СНГ, бывшего СНГ? На Англию, для Англии собеседование проходить не нужно, нужно будет сдать именно только отпечатки пальцев. Если мы рассматриваем в России, это в пяти городах, это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск, то есть выбирать из пяти этих городов куда ближе. В Казахстане есть, в Нур-Султане есть, в Алматы, то есть тоже можно, в Киеве тоже граждане Украины, в Белоруссии могут, в Минске, да, подаваться. То есть вариантов очень много, если человек находится, будучи, например, гражданином Украины, да, или Белоруссией, территорией Российской Федерации, работает и сейчас живет здесь, да, то есть на законе основания он может подаваться и здесь на визу. Примерно это занимает месяц, то есть нужно будет на визу подаваться за месяц, желательно за полтора до начала обучения, да, вот, рассматривают они примерно 3-4 недели. С визовыми вопросами, естественно, пожалуйста, ты уже нам в помощь, да, если нужно от нас, чтобы визовая поддержка была. Виза стоит на сегодняшний день 135 долларов. Ну, это государственный сборок. Спасибо большое, но видишь, что ты, как бы, я сразу замечаю вот это существенное отличие, которое тоже, ну, может быть важно, что вот на визу США, да, студенческую мы можем податься, в принципе, там, из любой страны, да, опять же, если не внесены какие-то ограничения, потому что сейчас действительно многие страны вносят это ограничение и начинают принимать только резидентов. Иногда даже об этом вообще нигде не сказано, и человек может приехать, его просто развернут, да, здесь уже идет, как бы, от самого начала такие условия, что только в стране своего постоянного или временного места жительства. Хорошо, ну, самый важный фактор, что можно бронировать курс, можно приезжать, то есть можно полноценно ехать учиться. Давай тогда перейдем к стоимости, да, здесь хочу сделать важную заметочку, что если, например, обращаются люди к нам, да, мы помогаем в бронировании курса, открытии визы, то есть цены никак не меняются, потому что у нас предыдущие комментарии, люди начали писать, что зачем нам там идти к вам, мы сейчас пойдем куда-то там на сайт. Так вот здесь очень важный момент, что через нас еще и дешевле может быть. Совершенно верно, почему, потому что школы, как правило, очень редко дают напрямую скидку, хорошую скидку студентам, да, то есть они могут 5-10%, но при этом своим партнерам, да, представителям они могут дать 25-30%, потому что они понимают, что в любом случае мы им даем намного больше студентов, нежели когда студент обратился напрямую. Плюс, как правило, когда студент обращается напрямую в школу, 95% школ требуют сразу полную оплату. Они не работают по понятию небольшой аванс, предоплата, да, то есть у них сразу вся стоимость должна быть оплачена, причем исключительно в валюте этой страны, то есть, допустим, в фунтах сразу должна быть оплата. Поэтому, когда студент, допустим, в России напрямую обращается в школу, ему нужно сделать перевод в фунтах, естественно, он теряет еще и в переводе, потому что идет в банк и так далее, и так далее. А у нас можно и в рублях оплата, да, мы уже, соответственно, делаем перевод в школу саму уже, да, то есть мы берем на себя это все. Плюс ко всему, школа никогда не помогает с визами, у них нет такого понятия помощь визе, то есть если студент никогда не оформлял визу, не знает, как это делается. Я, например, знаю, как это делается, но никогда не рискую, потому что я боюсь делать какие-то ошибки во время там заполнения анкеты или еще что-то, а к этому могут придраться и отказать из-за этого. Поэтому, конечно, желательно всегда работать через представительство, да, то есть потому что мы всегда на связи, мы всегда поможем, мы всегда подскажем, если вдруг прилетели туда что-то не так, я всегда приду на помощь и так далее, и так далее. Плюс, конечно, в школе все говорят исключительно на английском языке, а не всем это удобно, и не все как бы говорят на таком уровне, да, чтобы могли понимать и так далее. Поэтому, конечно, те цены, которые есть у нас, те цены, те скидки, те предложения, которые бывают у нас, как у представителей, напрямую школа никогда не дает. Еще, знаешь, очень важный момент, вот сказала про визы. Многие школы занимаются, у них есть какие-то визовые отделы и так далее, но очень важный такой момент, что они занимаются визами, вот, ну, вот просто студенческими, да, а если мы говорим о каких-то проблемных случаях, когда у человека были отказы, ему нужно там разработать какую-то стратегию, да, то есть как бы подумать, может быть, какую-то предварительно сделать визовую историю, то есть, ну, вот нужна просто конкретная работа и консультация специалистов, которые работают именно с отказами, да, чтобы не повторилась история, то есть мы занимаемся вот именно этим, да, то есть основная задача, конечно, и также мы можем ей давать какие-то последующие консультации относительно легализации, смены статусов и так далее. Хорошо, давай тогда посредняя стоимость курса, то есть на что рассчитывать, если человек, скажем, едет вот на обучение на месяц? Ну, если рассматривать сейчас, да, то есть на вариант, когда две недели, это карантинное время, ну и, соответственно, дальше две недели на обучение, у школ идет примерно от 700 фунтов до 1000-1200 фунтов, да, то есть это в зависимости от школы, то есть самые такие дорогие школы в районе 1200 фунтов это обойдется, более бюджетные школы, но при этом хорошие, да, безусловно, я всегда рекомендую только те школы, в которых я сама училась, я была, я знаю по отзывам, примерно 700-750 фунтов. Иногда спрашивают, а почему это вот так дешево, да, но при этом, вы говорите, не уступает, потому что есть понятие «большая сеть», да, есть понятие просто «школа», которая находится одна школа в Лондоне, ничем не уступает, просто там, ну не тратит огромных денег на рекламу и так далее, и так далее, поэтому может себе позволить быть более бюджетным, да, вариантом, нежели какие-то там известные популярные школы, вот. Но здесь мы уже опять-таки в зависимости индивидуально выбираем со студентом, да, что нужно, какая цель поездки, у кого-то цель именно получить сертификат какой-то популярной школы, у кого-то цель именно просто обучение, улучшение своего английского. Я уже, соответственно, рекомендую те школы, которые подойдут именно этому студенту. То есть 700-1200 фунтов. Окей, да, тоже важный момент. И, наверное, вот в завершении относительно визы, да, вот процесс, скажем, вот этой вот транспортировки документов, да, вот связались со школой, школа присылает нам документы для визы. Сколько это занимает времени, как происходит процедура? То есть как это все оформляется? Студент выбирает школу, та, которая ему понравилась. Оформляется договор. На основании договора вносится предоплата. В любой валюте, можно в рублях, в гривнах, я не знаю, да, там у кого какая валюта, кому-то доллары, фунты удобно, по карте, как удобно. После этого мы уже переводим эту сумму в школу. Школа присылает на основании предоплаты нам документы абсолютно все, которые нужны для визы. Это примерно занимает от дня, когда мы оформили договор, внесли предоплату и получили документы, 3-4 рабочих дня. То есть это все. Окей, скажи, пожалуйста, ну вот вообще на практике, да, школы, они же возвращают деньги, если вдруг, ну, человеку отказали в визе. Конечно, во-первых, мы в договоре указываем пункт, что если отказ в визе, либо если студент не смог улететь из-за пандемии, да, про нынешнюю ситуацию и так далее, то студент получает абсолютно всю стоимость, сколько он оплатил аванс или полная стоимость, да, в зависимости, какая была оплата, полность каких-либо штрафов назад. Единственное, что при отказе в визе не возвращается сбор, консульский сбор, да, то, что было оплачено в само посольство. То есть это сумма, она безвозвратна. А так, безусловно, в договоре такой пункт есть. Хорошо, ну все, спасибо. Это очень важный момент, потому что люди, они, да, боятся, да, там, платить деньги, а потом неизвестно, что как бы будет. Но на самом деле сейчас у нас есть, в принципе, положительная тенденция, то есть сейчас границы, понимаешь, закрыты для туризма, поэтому люди так активно хотят учиться. И очень хорошо, особенно в Англию, ну, по крайней мере, за последние несколько месяцев, когда мы отправляем, вообще не было ни одного отказа, абсолютно ни одного. И в Казахстане очень много подаемся, и в Украине очень много у нас студентов, и в России очень много отказов нет вообще, потому что им тоже нужны люди, им тоже нужны студенты, им тоже нужно экономику развивать. Поэтому, конечно, особенно, когда человек указывает, что ездит птица, да, вероятность отобрения сразу. Да, это очень важно, но, конечно, очень важный момент, что отказов не будет в том случае, если человек может подтвердить свое финансовое обеспечение. Безусловно. Потому что он работает, спонсорство и так далее, и так далее, безусловно. Это обязательные документы. Да, просто еще многие, знаешь, как бы, ну, ищут себе как альтернативный вариант туристической визы, а может быть, я студенческая, студенческая лучше, а ведь одобрение лучше, да, лучше, как бы, но студенчество всегда подразумевает наличие денежных средств на собственное обучение, на собственное содержание в период этого обучения. Безусловно. И, Ален, кстати, очень часто спрашивают, а какая сумма должна быть, да, очень часто, какая сумма должна быть на счету, вот сколько мне нужно показывать, чтобы, например, принимали формулу, по какому рассчитывают, это стоимость обучения плюс стоимость проживания плюс 300 фунтов на каждую неделю, если мы рассматриваем с вами, там, Англию, да, то есть 300 фунтов на 4 недели плюс стоимость проживания и обучения. То есть такую сумму вы должны показать на счете, при этом вы можете эти деньги просто положить, взять документ, дальше уже... А посольство не имеет права проверять, лежат ли эти деньги у вас на счету или нет, это личная информация. Ну, то есть примерно вот такую сумму нужно рассчитывать у человека, на счету должно быть обязательно. Ну и плюс справка с работы, либо справка спонсорства, да, какая-то, что кто-то спонсирует. Но это уже Алена вам расскажет. Нет, знаешь, я на такие вопросы тоже всегда теряюсь, потому что, ну, в разных странах там разли, там, минимальный уровень, там, проживание и так далее, стоимость. Я всегда говорю, чем больше, тем лучше. А, ну да, возможность показать побольше, не поменьше, конечно. Ну и там, допустим, зарплату, там нужно указывать... У кого-то там белая зарплата, там, да, там, не знаю, сто долларов, остальное все там получает, там, на руки и так далее. Нужно указывать полностью все с бонусами, с премиями, там, абсолютно все, чтобы показать, что у человека есть возможность потратиться на эту поездку. Вот, ну опять, правильно, надо. Да, то есть человек должен понимать, что здесь, ну, каких-то там налоговых подвязок, каких-то там запросов, там, бухгалтеру, это ничего не будет, просто, ну, как бы это, да, документ для посольства. Окей, слушай, все, спасибо тебе большое. В принципе, все мы раскрыли, очень, да, не будем долго растягивать, конечно, есть о чем поговорить. Давайте, друзья, пишите ваши комментарии, оставляйте заявку на нашем сайте, мы обязательно с вами свяжемся и проконсультируем вас по тому или иному вопросу. Поэтому для скорых встреч, всем пока. Всего доброго.